Здравствуйте! Женщина взята во время прелюбодеяния. Ее должны были побить камнями. Знаете, почему она прелюбодействовала? Появляются похотливые мысли. Этот мужчина такой красивый. Как было бы неплохо, если я проведу с ним вечер. Когда похотливые мысли приходят, как меняются мысли? А, если я сделаю так, 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 меня не поймают. Женщина взята в прелюбодеяние, она прелюбодействовала не потому, что у нее были мысли вожделения. Ведь за прелюбодеяние должны были ее побить камнями. Как она может прелюбодействовать? Но она думает, если я сделаю вот так, вот так, закрою дверь, тогда никто об этом не узнает. О, этот мужчина красивый, как хочется с ним провести время. Или эта девушка красивая, хочу вместе провести с ней время. Да, обычно появляются такие мысли. Это нормально. Но эта девица такая красивая. Я должен перевести с ней время. Я хочу с ней провести вечер. Когда появляются такие мысли, знаете, до каких степеней мы их доходим? У них появляются мысли, что если я сделаю вот так, вот так, меня не поймают. И люди обманываются этой мыслью. Женщина взята в прелюбодеяние, она знала, что за прелюбодеяние побивают камнями. А знаешь, что ее побьют камнями, почему она прелюбодействовала? Потому что она была обманута собой. Когда хочет прелюбодействовать, ей казалось, что ее не поймают. То же самое касается людей, которые играют в азартные игры. Ведь через азартные игры можно легко заработать деньги. Надо пару раз покрутить карточками, тогда можно заработать деньги. Никто не играет в азартные игры, чтобы потерять деньги. Играют, чтобы победить. И тогда они начинают думать о том, как победить деньги. Им кажется, что точно вот так они выиграют деньги. Но они поиграли и потеряли деньги. Тогда люди, которые думают, А, мне казалось, в прошлый раз я выиграл, но я потерял. И тогда в этот раз есть вероятность, что я проиграю деньги. Если так будут думать, они не могут играть в азартные игры. Но им обязательно хочется выиграть. Я ведь в прошлый раз потерял деньги за обучение моего сына. Он не сможет учиться в университете. Я должен перестать. Надо выиграть деньги. Им кажется, что они выиграют деньги. Глупый человек. Верит этой мысли, которая говорит, что ты выиграешь деньги. Мудрый же человек. Да, в прошлый раз мне казалось, что я выиграл, но я потерял. Значит, и в этот раз я могу потерять. Тогда этот человек ни в коем случае не будет играть в азартные игры. Проигрывая деньги, они говорят, что это за человек, но хотят снова играть. Им кажется, что они снова выиграют деньги. Потому что мне нужны деньги. Мне хочется выиграть деньги. И поэтому приходят подобные мысли. Они теряют деньги, теряют и теряют, но все равно думают, что они смогут выиграть деньги. В таком состоянии трудно создать баланс в душе. Когда мы хотим что-то приобрести, что-то своровав. Они думают, так я должен это своровать. Да если я вот так, вот так, вот так сделаю, меня не поймают. По этой причине нужна колония. В колонии люди так не думают. Знаете, люди часто обманываются, когда мы хотим преребодействовать. У нас появляются мысли, которые говорят, что хочу преребодействовать. И говорят, я не попадусь. И кажется, что все будет идеально. А у меня не поймают заварство. И кажется, что все будет хорошо. Когда я служил в армии, мне хотелось воровать перчатки. И знаете, какую душу дал Бог? Да может быть, тебя не поймают. Но если вдруг тебя поймают, ты же не сможешь передавать слово в части. Проповедать слово так хорошо. Знаете, почему я становлюсь за кафедрой? Мне так нравится благовествовать слово. Я вижу, как люди меняются слушать слово. Видя, как они получают прощение грехов. Не только есть счастливые вещи, порой есть трудности и тяжести. Какая бы ни была проблема, когда я благовествую Евангелие, и когда люди получают спасение, это так хорошо. Я был в Америке, куда приехал король Эсватини на мероприятие. И в тот момент я находился в Нью-Йорке. И поскольку мой сын живет в Нью-Йорке, я хотел пригласить короля и вместе пообедать. Я пришел на место, где проходил саммит ООН. Я встретился с королем. Я спросил, может ли пойти со мной вместе на обед? Король сказал, я бы хотел с радостью. Однако, правительство Америки, поскольку здесь стоит вопрос, безопасности не пускают. Я сказал, а вот как. Жалко, я хотел вас пригласить. И мы беседовали с ним. После беседы я находился в зале для ВИП-гостей. И рядом со мной сел один молодой человек. Я спросил, вы из какой страны? Из Самуа. А что вы здесь делаете? Он говорит, премьер-министр участвует, и я также вместе с ним. А вот как. Я спросил, а вы кто? Он говорит, я секретарь его. А что делает сейчас премьер-министр? Он отдыхает. Я ему дал мою визитную карточку. Я говорю, я пастор. Вы можете спросить у премьер-министра, что такой человек хочет с вами встретиться? Я не думал, что получится. Он же глава страны. Посмотрев на визитную карточку, чтобы я согласился на встречу, мне казалось, что это невозможно. Но все равно надо попробовать. Я сказал. Молодой человек подошел. И премьер-министр сказал, я не знаю, кто вы, но хочет с вами встретиться. И я вошел в кабинет, где находился премьер-министр. Я сказал, здравствуйте. Я кореец, я пастор Усупак. Если вы не против, я бы хотел поговорить с вами через Библию. И я передал Евангелие. Нельзя же долго мучить его. И надо как-то закончить быстро. И я передал Евангелие. И прошло 42 минуты. Я поблагодарил за то, что он послушал меня. Я закончил говорить. Он радовался. И я попрощался с ним. Пастор Ким Сонгун находится в Австралии. И заместитель министра Самуэ пригласил пастора Ким Сонгун. И пастор Ким Сонгун поехал в Самуэ. И заместитель министра привел его к премьер-министру. И пастор Ким Сонгун встретился с премьер-министром. И премьер-министр спрашивает, вы из Кореи? Да. А вы знаете пастора Усупак? О, конечно, я его хорошо знаю. Он мой учитель. А, вот как. И премьер-министр сказал, что приглашает меня. В этих островах Тихого океана почти нет коронавируса. Мы отправили пастора Чонгун-то и Пак Юнг-чу. На самом деле туда не могут приехать посторонние, но премьер-министр помог по милости Бога. И сейчас иностранцы не могут приехать туда. Но премьер-министр пригласил меня. Также меня пригласили на острове Кук. Меня пригласили также в Фиджи. Нужно будет как-то посетить эти острова, но из-за коронавируса сейчас не могу никак поехать. Куда бы я ни поехал, перед кем бы я ни стоял. Я благобействую Евангелие. Это так хорошо. Во время конференции так прекрасно передавать слово. С пяти утра до семи мы проводили общение с служителей, которые находятся по всему миру. И мы докладывали друг к другу, и прошли два часа очень быстро. Наша миссия, это ничтожная миссия была. Но Бог удивительным образом открывает пути по всему миру. И сейчас мне кажется, что все это снится мне. Бог открывает путь предо мною. Представляете, меня пригласили в Израиль. В Израиле узнали о нашем майн-образовании. Они говорят, что уровень майн-образования наше выше, чем то программа, которая в Израиле. И пригласили, чтобы отправили команду. И сказали, что после того, как приедет команда, они пригласят меня. Когда я представляю, что я буду передавать Евангелие в Израиле, у меня есть огромная благодарность. А пастор Чан, который служит в Израиле, он дал книгу мою. И люди начали спрашивать, а пастор Ксупа, он корейц или он иудей? Он корец. А как он так хорошо знает о жертвоприношении, лучше, чем мы? Я улыбнулся. Знаете, как иудеи узнали о жертвоприношении? Через Библию. Также я узнал через Библию. Но они заняты. И поэтому плохо знают Библию. Я же ведь читаю только Библию. Естественно, я буду знать лучше, чем они. Нет причины знать хуже. Да спрашивают, как корейц может знать хорошо о жертвоприношении, лучше, чем мы? Может быть, вы просто слушаете слово? Но иудеи, они удивляются слушать слово. Они говорят, как корейцы знают лучше о жертвоприношении, лучше, чем мы? Они знают только о жертвоприношении. Я же знаю, что значит это жертвоприношение. Я знаю результат жертвоприношения. Я знаю, к какому оно должно прийти к результату. И поэтому иудеи все могут получить спасение. Бог открывает путь Евангелия в Израиле. Есть телеканал ТБН в России. Там транслируются мои проповеди. Вот мы хорошо общаемся с телевидением Эннасти из Латинской Америки. Кто-то говорит, что это самое большое телевидение в мире. Оно покрывает все страны Средней Латинской Америки. Было время, когда мы транслировали слово. И однажды мы не смогли заплатить все за трансляцию. Но они все равно транслировали бесплатно. Но потом перестали транслировать. Но в этот период коронавируса телеканал Эннасти начал транслировать бесплатно. Они почти не берут деньги. И это транслируется по всем латиноамериканским странам. И зрителей очень много. Я был так благодарен, что продолжаются трансляции. И знаете, когда мы проводили пресс-конференцию, меня поздравляли из Эннаси, из Бразилии. Корейские журналисты удивляются. Что же я хочу вам сказать сегодня? Если говорить простыми словами, человек, который хочет воровать, да, сказать, что нет, вероятности совсем, что тебя не поймают, такого не может быть. Но люди, которые несколько раз уже были в тюрьме из-за воровства, они говорят, меня в прошлый раз поймали за это, за это, за это. Вот, а в этот раз меня не поймают. И они все приходят все больше и больше в тюрьму. Живут, будучи обмануты в мыслях. И люди думают, я хочу воровать, и меня не поймают. Почему играют в азартные игры? Потому что теряют деньги. Им кажется, что в этот раз они выиграют. Они теряют, но думают, в этот раз мне точно победят. В этот раз я точно смогу победить. И верят этим мыслям. Если я хочу играть в азартные игры, мне кажется, что я выиграю. Если я хочу прелюбодействовать, мне кажется, что меня не поймают за прелюбодеяние. Если много желаний хочет воровать, тогда он думает, что он свороет, и никто не поймает. Есть разные способы, как меня могут поймать. Но поскольку начинают думать, что меня не поймают, поэтому есть многие люди, которые всю жизнь проводят время в колонии. Играя в азартные игры, хотят терять деньги, но им кажется, что они в этот раз выиграют. Я проиграл? И потерял деньги на лечение, потерял деньги за образование детей, но все равно они думают, что они выиграют. Потому что им нравится это. Они играют и играют. Когда я потерял перчатки, ко мне тоже приходили мысли, что так меня не поймают. Но потом Бог дал мне следующее сердце. Может быть, тебя не поймают. Но если же поймают, как ты будешь благовествовать слово здесь? Это невозможно. Всю жизнь я буду страдать тогда, пока я благовествовал в Евангелии. Знаете, офицер увидел меня, и он позвал меня и сказал, чем вы занимались до того, как пришли служить в армию? Я был проповедником Евангелия. Как я ожидалось. Рядовой пак, у меня была хорошая духовная жизнь до того, как пришел в армию. Но находясь в армии, я потерял свою духовную жизнь. Я начал курить. Вчера я видел, как вы собрали солдат и проповедовали слово под горой, и тогда моя совесть так сильно меня мучила. Рядовой пак, могу ли я вам чем-то помочь? Да, офицер пак. Он сейчас живет недалеко отсюда, в Суджи. И мы с ним часто встречаемся. Когда я заканчивал обучение, утром того дня, я ждал его у кабинета. Он вышел на работу и говорит, здравствуйте. Да, рядовой пак. Спасибо за весь период моего обучения. Я заканчиваю службу, обучение. Я благодарен вам. Он говорит, рядовой пак, подождите. Знаете, я мог вас отправить в Сеульскую столицу или же в Пусан или в Тегу, часть 5.05. Это самые лучшие части, куда хотят пойти солдаты. Сначала я хотел вас отправить в столицу или в Пусан или в центр страны. Но мне кажется, если вы будете рядом со мной, это поможет моей духовной жизни. поэтому я сделал, чтобы вы находились в нашей части. Пожалуйста, не обижайтесь. Знаете, мой уровень был не настолько высоким, чтобы остаться в той части. У нас было 40 солдат. И нужно попасть первой пятеркой, чтобы пойти в часть, с которой мне больше всего хочется. Но это было невозможно для меня. Потому что восьмера из них уже знали таблицу Морса и отправлять тех, кто работал в области связи в гражданские. Поэтому я не мог, естественно, быть лучше их. Я был из 40-13 по знанию этой сферы. А 13-е место это не тот человек, который может работать в той части. Но мы троем с он с кем молились и говорили, Бог, пожалуйста, чтобы кто-то здесь остался, чтобы кто-то проводил собрание. Мы молились об этом. По-человечески остаться там было невозможно. Я сказал, офицер, благодарю. Я вышел. Я побежал. И побежал в бункер. Я закрылся. Я сказал, Господь, я здесь остаюсь. Это делал ты. Я мог почувствовать любовь Господа Бога, которую не чувствовал нигде. Бог, ты знаешь меня. Ты помнишь обо мне. Ты уже все предопределил. в жизни. Блин, разные, разные, большие и маленькие трудности. Но Господь Бог был со мною. И когда я видел, как Он решает все проблемы каждый раз, когда мне нужна была Его помощь, тогда я даже не завидую тем, которым себе много денег. Я не завидую даже президентам. Я не завидую даже президентам. Это правда. Сердце Бога. Любовь Бога. Когда мы познаем благодать Бога, то отдав свою жизнь, хотим служить Господу, я был так благодарен. Я был очень благодарен. Ничто не может так меня радовать. Ничто не может сделать, чтобы я чувствовал большую пользу от себя. Кто такой Пасрук Спак? Он уничтоженный человек. Их характер у меня полно недостатков. Но Бог со мною. Каждый раз, когда я делал шаг за шагом, да были многие противники, но я видел, как они все пали предо мною. Во время сюда кто-то ложно обвинял меня, чтобы я упал. Но я видел, как Господь Бог помогает нам. Бог живет в нас и действует. Что же я хочу сегодня сказать вам? Петр, он был учеником Иисуса. Когда Иисуса Христа распяли, его поймали в Гессимане и Иисуса повели. все убежали. Но Петр и Иоанн последовали за Иисуса. Иисуса привели в дом первого священника Анны. Иоанн был лично знаком с первым священником Анны. И он даже знал служанку, которая находится у входа. и он вошел в дом. Петр же не мог войти. Иоанн видя Петра, который шел за ним и сказал служанке, здесь мой друг, можно он войдет со мною? Да, конечно. Они зашли вместе. Служанка увидела Петра. «Петра». «Ты же ученик Иисуса». Петр не заметил и сказал «Да нет! Правда? Ты, по-моему, ученик Иисуса. Если нет, ну проходи». Он зашел. слуги сделали огонь во дворе и находились вокруг огня. Петр тоже находился рядом, потому что было холодно. И когда свет начал освечивать лицо, все увидели лицо Петра. «Ты же ученик Иисуса! Ты точно ученик Иисуса!» «Да я не знаю такого человека! Вы что?» Так он трижды трех свят Иисуса. И в этот момент пропел петух кукарику. И тогда Петр вспомнил «Ты трижды отречешься от меня прежде, чем пропоет петух». Сердце Петра разрывалось. Он вышел на улицу и горько плакал. Иисус умер на кресте. Он потерял силу. ученики собрались. Иисус воскрес. Иисус пришел там, где были ученики. Есть ли у вас мир? Он показал следы, как Иисус умер на кресте. Раньше Петр должен был сказать «О, Иисус, ты ожил! Слава Богу, я рад тебя видеть!» Но какие были мысли у Петра? «Я же трижды отрекся от Иисуса». Эти мысли сильно мучили его. И он ничего не делал. И Иисус ушел. Петр сильно сожалел. «Я трижды отрекся от Иисуса». И чем больше он думает об этом, тем больше разрывается его сердце. Если я думаю о Боге, тогда Бог становится все больше и больше во мне. Если я думаю о деньгах, тогда мне все больше и больше хочется зарабатывать деньги. Если мне кажется, что я хочу быть красивым, тогда мое лицо кажется все больше привлекательным. например, если я выгляжу хорошо на 70%, есть люди, которые на 100% думают, что они красивые. В зависимости от эмоций, отличаются от реальности. Первое, что я почувствовал в Библии, знаете, почему Библия такая, скажем, тяжелая для чтения? Раньше любил романы. И оно, знаете, уделяет так много интересного особенно произведения Шекспира. «Да, есть человек по имени Антонио и есть еврей Шайлах. И он был очень скупым человеком. И Антонио идет к Шайлаху, чтобы взять деньги. «Ой, Антонио, вы пришли ко мне!» «Да я пришел, чтобы взять деньги!» «Хорошо, сколько вам нужно денег?» «Да, вот столько, дай, пожалуйста, я возвращу тебе». Шайлах хотел убить Антонио, и он говорит хорошими словами, «А в конце они заполняют один документ». «И что за документ?» «Если вдруг вы не возвратите деньги в положенный день, то давайте вы отдадите фунт мышц рядом с сердцем». «И подписали этот документ». Шайлах говорит «Неужели я у вас режу мышцу от сердца?» «Просто ради интереса, раз и забавы сделаем». «И Антонио подписал этот документ и заключили договор, но к несчастью корабль Антонио разбился, и он не смог собрать деньги». Шайлах берет этот документ и говорит «Позвольте сделать так, как написано в этом документе». Иными словами он говорит, что отрежет кусок мышцы от сердца. «Да, спрашивают, можно мы заплатим за Антонио?» «Но он говорит, нет, я хочу, чтобы сделали по документу». И это стало с большим обсуждением. И пришел новый адвокат. Новый судья пришел и судит. «Антонио, это твоя подпись?» «Да, совершенно верно». «Тогда я приговариваю, чтобы поступили по этому документу». «Антонио, ты покажи, сними рубашку, чтобы можно было срезать мышцу». Все люди забеспокоились. Шайлок же точит нож и говорит, «Это справедливая судья». и он хотел отрезать кусок мышцы когда он хотел потять нож. Судья говорит, «Шайлок, а ты принес весы?» «Нет». «В смысле?» «Как без весов ты можешь определить, это фунт или не фунт?» «Здесь же написано один фунт, ты не должен срезать больше одного фунта». «Нельзя срезать меньше». «Надо отрезать розовно фунт мышц». Шайлок начал «Он растерялся?» «И потом говорит, «Как бы я здесь не смотрел?» «Почему здесь нет напоминания о крови?» «Здесь нигде не написано о крови». «Шайлок, ты можешь отрезать кусок мышц от сердца, но он не должен пролить каплю крови даже, потому что здесь нигде не написано крови». «Если ты пролишь кровь и Антонио умрет, Шайлок, ты тоже должен погибнуть». Шайлок был растерян. «Люди есть закон, есть закон, что если кто-то уграждает гражданину, должен получить страшное наказание». «Ты пытался убить нашего гражданина, ты не сможешь освободиться от этого греха». и сказать, «Это мудрый суд Даниэла». Когда я читал этот роман Шекспира, «Венецианский купец» или девица, когда ваши супруги плохо слушаются, а есть книга, где рассказывается у Шекспира, как он воспитывал свою супругу, я читал эту книгу, но я не применял это в своей жизни. Когда мы читаем подобные вещи, не судья мудрый, а Шекспир, автор, является мудрым. Верно? Совершенно верно. когда мы читаем, кажется, что Шайлок он плохой, а судья мудрый. Но на самом деле автор пока писал, он написал это произведение. Читая Библию, мы обнаруживаем сердце Господа Бога. мы прочитали историю. Петр трижды отрёкся от Иисуса. И когда Иисус воскрес, да, Петр хотел пойти, Иисус, ты воскрес, слава Богу! Он должен радоваться и веселиться. Ура! Наш Господь воскрес! Он должен танцевать и радоваться. но Петр спрятался. Почему? Потому что он трижды отрёкся от Иисуса. Здесь в Библии в 21-й главе, последней главе Евангелия Диона ясно описывает сердце Иисуса и сердце Петра. Петр радовался потому, что он встретил Иисуса. благодарен. Он хочет обнять Иисуса и сказать, наш Господь жив! Аллилуйя! Иисус дьявол схватил его сердце. Ты отрёкся от Иисуса аж трижды. Какой себя ученик Иисуса? Он ведь должен радоваться. Он должен благодарить. Он должен славить Господа. Но он не мог даже потянуть голову. Ой, он спрятался. Иисус ушёл. Петру было так горько. Я трижды отрёкся от Иисуса. Какой из меня ученик Иисуса? Послушайте. Пётр думал так. Но подумать... Послушайте. Пётр, отрёкся от меня, да? Но даже если ты согрешил, я своей кровью очистил твои грехи. И эти грехи омыты. это ведь правда. Даже если есть грустное, когда я не вспоминаю, мне не грустно. Верно? Но это не значит, что нет печали. Верно? Есть радостная весть, но когда я не вспоминаю, эта радость не может радовать меня. У меня есть многие воспоминания. Я же неявы стих, вещах сразу помню. Порой какие-то мысли появляются, уходят, даже если самое печальное. Если я не вспоминаю печальные вещи, я могу жить всегда радости. Когда есть вещи, которые мучают меня, я могу их не вспомнить. если я буду вспомнить только радостные вещи, буду радоваться всегда. Люди обманываются этим. Женщина, взятая прелюбодяне, ее схватили. Если она хочет прелюбодействовать, ей кажется, что ее не поймают. По этой причине прелюбодействуют люди, которые хотят воровать. Им кажется, что их не поймают. Поэтому колонии заполняются заключенными. Понимаете это? Мне кажется, что меня не поймают. Но сатана делает, чтобы мы вспомнили только о том, как мы предали Иисуса. Все мы можем ошибаться. Все можем согрешить. Все мы можем быть скверными. Все мы можем быть слабыми. Но Бог все это очистил. И Бог сделал, чтобы мы могли прославить Бога. О, я плохо знаю Господа. Я согрешил. Я не могу проповедовать. Какой из меня проповедник? Я плохой проповедник. Если сатана ведет нас в эту сторону, мы думаем, ой, у меня не получится вести служение. Лучше я пойду убегу. И так уходят люди из церкви. Люди, которые ушли из церкви. Почему они противятся церкви? Ведь они знают, что это не угодно Богу. Потому что сатана снова искушает их. Вот ты оттуда ушел? Чтобы сказать, что ты ушел, потому что церковь была неправа, начинает создавать обман и ложь. Ой, там пастор присылал деньги и то, и другое и пускает слух. Знаете, меня судили. Было 28 пунктов, по которым меня судили. Но когда судья выносил, он говорит, это просто утверждение. Должно быть доказательство, но нет доказательств. и вы в верховном суде меня доказали, что я не виновен. Три было суда, и во всех судах мне доказали, что я не виновен. И потом говорят, что я якобы дал деньги судье. Столько обмана. Если на них за это подать в суд, их могут посадить в тюрьму. Но я не стал так поступать. Да, почему они так говорят? Когда я был в России, так говорили, что пастор Усупак заплатил суде и стал невиновным. Я сказал, вот допустим, я дал суде деньги. Ты думаешь, я перед всеми дал деньги? Откуда ты узнал об этом? Судья сказал или я тебе сказал об этом? Потом пустили документы, подделаны документы. И за это сейчас судят этого адвоката, извините, прокурора. Но людям хочется верить в это. Почему? Чтобы сказать, что не я виноват. оправдать себя, они обманывают. Но это хитрый обман сатаны. Понимаете ли вы это? Сатана может так же поступить с каждым из вас. Люди, которые вместе благовествовали Евангелие. Бог так удивительно действует. Бог использует нас и открывает пути перед нами. Я не считаю, что я сделал что-то хорошо. Есть много драгоценных людей, которые работают со мною. Пастор и Митчель старший служитель, они подробно создают программу и думают только о церкви. В этот раз решили, чтобы приносили взнос за конференцию. по 10 долларов с каждого. Те, которые впервые, пускай не платят. Хотя бы только наши братья-сестры, чтобы с благодарностью они могли участвовать на конференции. И мы хотим купить прожекторы и отправить в Африку. сейчас Хор Граши снимает фильм, а они снимут пасхальную контакту. И потом у нас есть книга «Герой из маленького острова», и мы готовим разные планы. И каждый раз, когда у нас будет возможность, мы хотим транслировать фильмы. И в Африке кажется, что хорошо получится передавать так слово через фильмы. прожекторы, они не дешевые. И начиная как с Африки, мы хотим отправить их. И каждый раз я вижу, что братья думают о служении, о церкви. Да, я шеф, но пастор стал главой нашего миссии. Я так рад. порой я ругаю. Если они что-то делают, я хвалю. Мне кажется, без меня также они смогут справиться. У меня есть большая благоданность перед Богом. Так Господь Бог ведет нас. Но Петр, какие мысли пришли к нему? Иисус же воскрес. Но почему он распят на кресте? За наш грех. Иисус решил грех Петра, которым он отрекся от Иисуса. Сердце Иисуса. То, что Петр отрекся, это не проблема. Он на кресте очистил и этот грех. Но Петр был обманут дьяволом. «Я трижды отрекся от Иисуса. Какой из меня ученик Иисуса? Я недостоин». И это становится большим бременем в его сердце. Петр думает, «Какой я ученик Иисуса? Я рыболов, я недостоин. Пойду ловить рыбу». Иисус воскрес. Встретив Иисуса, который воскрес. Надо святительствовать, говорить о том, что наш Господь воскрес. Но он пошел ловить рыбу. В тот день он не смог поймать никакой рыбы. Рано утром пришел Иисус спрашивает, «Поймали вы что-нибудь? Нет, Господи. Закиньте сеть по правой сторону». Если вы посмотрите видео, которое снял Хор Грачес, они спрашивают, «А это правая сторона? А с этой стороны же это правая сторона?» Такая речь есть. Очень интересный момент. Но они поймали рыбу. И тогда Петр узнал, что это Иисус. Он прыгнул в воду и поплыл к Иисусу. Он встретился с Иисусом. Иисус приготовил огонь, приготовил хлеб, приготовил воду. И Иисус ждал их. Они завтракали. И Иисус с Петром после завтрака Иисус ничего не сказал. Симон и Иоанин, «Любишь ли ты меня, нежели все они?» Что это значит? Что это значит? Иисус знал, что в сердце Петра есть разные мысли. Есть мысли, которые любят Иисуса. Мысли, которые готовы отдать себя и есть любовь к Иисусу. Но с другой стороны есть также то, что он отрелся от Иисуса. Он помнит об этом. Евангелие от Иоанна 21 главе написано на этой истории. Почему? Потому что и у вас такое бывает. Вы хотели полностью отдать себя Господу? Вы ведь любили Господа? Вы ведь служили Господу? Иисус провел кровь за нас. Вам ведь хотелось отдать себя Господу? Но с другой стороны, ой, у меня ничего хорошего не получается. Я такой слабый. и такие вещи переполняет нашу душу. Господь в сердце Петра. Не то, что он отрёс от Иисуса. Да, в нас есть только наша правота. Но Господь хотел разбудить то сердце, которое любит Иисуса. Симон Янин, любишь ли ты меня нежели все они? Петр подумал, какой я ученик Иисуса? Какой я ученик Иисуса? Я же тревожил, что я отрёкся. Я недостоин быть. Симон Янин, любишь ли ты нежели все они? Петр в сердце любил Иисуса. Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. Трижды Иисус спрашивает об этом. Что это значит? Сердце Петра есть любовь к Иисусу и Иисус напоминает ему об этой любви. У тебя есть любовь ко мне. Надо разбудить эту любовь. И когда любовь к Иисусу начинает шевелиться внутри него, все остальные мысли он покрывает. Вот что это значит. В вашем сердце милость, которую мы получили от Господа, благословение Господа, любовь Господа, сердце, которое любит Господа. мы сердцем близки к Богу. Но в то же время то, что я сделал ошибку, заодно дело, что мы вспомнили о них. Ой, как я могу сказать, что я люблю Господа? И дьявол делал, что мы впали в грех. Иисус ничего не сказал Петру. Он погрузил мысль, что Петр любит Иисуса и вытащил мысль, которая говорит, что он любит Иисуса. Он говорит, Симеон Иоанин, любишь ли ты меня, нежели все они? И он подумал, что любит Иисуса. Он говорит, да, Господь, я люблю тебя. Спаси овец моих. Спаси овец моих. Теперь сердце Петра, то, что он отрех от Иисуса. Ну, я же люблю Иисуса. Когда вытащили две вещи, благодать, которую он получил от Иисуса, она была великой. Любовь к Иисусу. Это было не мое сердце. А, это было не настоящим. И тогда то, что я отрехся от Иисуса, становится не проблемой. Вы согласны со мною? Аминь? Аминь. Да. То, что Петр отрехся от Иисуса, это не проблема. Ведь еще великая любовь. Есть большая благодарность. Есть радость. Есть большая милость Бога. И спрятав все это. Ой, мы достаем их. Ой, как я люблю Иисуса. Со дна искушает нас. Люди, которые попали под искушение, ушли из церкви. Те, которые противятся церкви. Почему они все это делают? Потому что дьявол показывает только вещи для отчаяния. Как мы получили спасение? Как мы получили прощение грехов? Как мы услышали это Евангелие? Как мы получили спасение? Что мы меняем это спасение? Аминь? Аминь. Если вы будете обмануты сатаной, мы также можем забыть ту благословень, которую Бог дал нам. И будем вспомнить только негативные вещи. Тогда вы будете становиться негативно настольными людьми. Хотя я имею свое сердце, я не могу все там увидеть. Мы не можем увидеть все, что в нашем сердце. И каждый раз к нам приходят разные мысли. Мысли отчаяния и печаль, и негативные вещи. А когда мы думаем, тогда мы будем говорить, зачем верить в Иисусе? ничего, нет, никакой пользы. Осуждаем церковь и хотим разрушить церковь. И такие мысли к нам приходят. Но когда мы находимся в милости Божьем, мы не можем так поступить. Иисус сказал Петру, что ты любишь меня, Симон, Янин. Любишь ли ты меня, нежели все они? Да, я люблю тебя. Он спас такого грешника, он умер на кресте и спас меня и сделал меня учеником своим. Да, Господи, я люблю тебя. Я люблю тебя. Я не могу жить без тебя, Господи. Так меняется наше сердце. Это касается и вас. Когда Иисус Христос, который умер на кресте, будет у меня, с какими словами мы можем описать любовь Господа? Даже если кто-то из нас попал под искушение, если мы спасенные люди, у нас есть сердце, которое любит Господа, но с от нас все это спрятал, чтобы никто не заметил. И чтобы мы вспоминали только страдания и боли. Как Иисус поступил с Петром, он трудится и в наших сердцах сейчас, вытаскивает любовь Господу внутри нас, чтобы мы славили Бога, и мы становимся удивительными Его людьми. нет людей, которые бы не любили Господа. Даже у людей, у которых есть благодарность, это не значит, что у них нет отчаяния, но любовь Господа велика, что она предостаточно, чтобы закрыть все наши недостатки. И Господь дает нам любовь, которой предостаточно, чтобы славить Бога. И Он очистил все наши грехи. Аллилуйя! По этой причине мы любим Господа. Да, порой мы ропшими возмущаемся на Господа Бога. Но как Господь Бог позволил вспомнить о любви? В последней главе Евангелия от Иоанна, там есть и хорошее, и плохое. Есть то, что он отрехся от Иисуса, но Бог это все вытащил. И чтобы он стал драгоценной слугой Господа Бога. Он поднял хромого Бог сделал его драгоценной слугою. И сейчас через это собрание, через прославление наше, через Библию, Бог позволяет нам вспомнить о любви к Господу Богу. Когда приходят плотки мысли, мы можем попасть под искушение. Поэтому мы часто общаемся и свидетельствуем о любви, которую получили от Господа. И тогда мы вспоминаем то время, когда мы были вдохновлены Господом. И мы становимся людьми Божьими, которые имеют силу. и мы не вернемся. И мы не вернемся. Продолжение следует...